В этом уроке мы рассмотрим перегрузку операций преобразования типов. Мы помним, что у нас в C-Sharp есть такая возможность, как перегрузка, например, обычных операций. Операции умножения, деления. Мы можем сказать, как нам поступать с нашими типами данных, когда мы хотим переопределить оператор плюс, например. В данном случае C-Sharp нам предлагает перегружать операции преобразования. Например, для примитивных типов данных, таких как int-byte, у нас уже есть встроенная, скажем, логика, что будет, если мы преобразуем int к byte. То есть здесь в данном случае происходит явное преобразование, и у нас уже определена логика. Дальше определена логика неявного преобразования, то есть от byte к int-tool. И правило такое, что неявное преобразование разрешается, если у нас тип данных был меньше. То есть логика такая, что если у нас вот есть маленькая ячейка, есть ячейка побольше, int это ячейка побольше, byte это 8 бит, int это 32 бит. То есть с маленькой в большую мы можем, грубо говоря, залить сюда пространство, ну, залить какую-то информацию. Но с большой в маленькую просто так не можем, потому что часть она разольется, уйдет, да, за пределы памяти. Вот. Мы можем принудительно это сделать с помощью явного преобразования. То есть мы говорим, что да, мы понимаем, что есть риск потери информации. Вот. Ну, это так. Также мы можем сказать для любых типов данных, как нам стоит поступать при вот таких всяких операциях. Вот. Для этого существует такая возможность, как преобразование типов с помощью ключевых слов implicit или explicit и ключевого слова operator. То есть давайте рассмотрим на примере. У нас есть класс counter, у него есть свойство seconds. И дальше мы говорим implicit, оператор, counter. Implicit это неявное преобразование. Вот. Неявное, то есть без необходимости указания вот таких скобочек. Что мы говорим? Перегрузи нам неявно оператор counter. Ну, как-то так. Также обязательно мы должны возвращать что-то. Возвращать либо свойства. Вот. В данном случае. Ну, всегда возвращать какой-то объект или его свойства. Давайте посмотрим, что мы делаем. Мы принимаем сюда какой-то int. Мы хотим, чтобы с int можно было неявно преобразовать в counter. То есть его какое-то свойство. И мы возвращаем новый counter со свойством вот этим, который x сюда пришел, присвоился сюда. И мы возвращаем новый экземпляр этого класса. Вот. Также мы перегружаем явный оператор. Мы говорим, что сюда пусть приходит counter какой-то, а мы будем возвращать его свойства. То есть наоборот, к int мы будем, грубо говоря, его преобразовать. То есть здесь оператор int, а здесь просто оператор counter. Хорошо. Что будет? Мы создаем counter. Добавим ему какие-то значения в его свойства. И дальше мы создаем примитивный тип данных x. И берем counter наш, приводим к int, и мы можем это сделать, потому что мы вот все перегрузили. Вот. Давайте рассмотрим более сложный пример. У нас есть класс таймер. У него есть три поля. Дальше в классе counter у нас есть свойства. Перегрузка оператора неявного преобразования в counter. Берем x. Это то, что мы разбирали. Перегрузка явного оператора в int. И дальше неявного в counter. Принимаем какой-то таймер, то есть время. В данном случае time у нас просто экземпляр класса timer. Дальше вот сюда мы присваиваем часы и минуты, считаем их. И возвращаем новый counter. То есть мы таймер преобразуем в counter. И явно. Неявно мы тоже это делаем. Тоже возвращаем новый таймер. То есть наоборот здесь получается. Мы к таймеру приводим наш counter. Вот. Не знаю, насколько часто это нужно, но знать об этом, скажем, нужно. И мне кажется, в принципе, логика не такая сложная. Хотя есть непривычные моменты. Но повторять, я думаю, всегда можно. Надеюсь, урок был полезен. С вами был AirDragon. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...